МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. Вышел в свет 47-й номер еженедельника Вестерн Армения. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западная Армения. За последние недели более тысячи человек погибли в результате израильских ударов по Ливану. Арамас – символ отцовства и власти в армянской мифологии. Сыны Западной Армении Тигран Петрусян. Монастырь Суркминас в Кесхажак Сириканян. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Вышел в свет 47-й номер еженедельника Вестерн Армения. На обложке нового номера изображена статуя богини Анаит. Почитание Анаит в Армении восходит к неясным временам и было тесно связано с культом материнства. В ранний период в армянской мифологии она также была богиней войны. Ее называли Воске Вас, Нутсов Майр, Метстекин, Воске Ци, Воске Матн. Анаит считалась матерью мудрости и целомудрия, богиней, которая питает, оживляет и прославляет людей. В новом номере можно ознакомиться с следующими темами. Представители правительства Западной Армении, Музеи истории Восточной Армении на международной выставке «Мать Божество» от Анаит до Марьям. 15 сентября состоялась конференция почитания богини Анаит. Основание Государственной Федерации Армении и программы участия в международных турнирах. Встреча членов правительства Западной Армении с армянами Арцаха. Церемония стрельбы из Лука Западной Армении Арман Григориан. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версию еженедельника в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. 6 октября встречу выступила пресс-секретарь правительства Западной Армении Армину Исаакян. Представим важные события. Заседание правительства Республики Западной Армении, где президент Лития Маркусян говорила о важности ордена Комитаса. Концерт в городе Экс-Сан-Прованс во Франции, посвященный будущему Западной Армении и армянскому народу. В обсуждении принял участие президент Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян, который представляет и защищает интересы армян Западной Армении в ООН. Пресс-секретарь обратила внимание на речь президента Арминака Абрамяна. Президент говорил о правах граждан Республики Западной Армении, подчеркнув важность мандата доверия граждан Республики Арцах, который можно получить только в случае гражданства Западной Армении. Президент еще раз сообщил, гражданство Западной Армении признано ООН и декларацией о правах коренных народов. Господин Абрамян также упомянул Первую Арцахскую войну, в которой они продемонстрировали ту силу, благодаря которой сегодня должны реорганизоваться и защитить наши права. Президент заявил, Национальный совет Западной Армении был воссоздан на освобожденной территории, которая никогда не была и не будет частью Азербайджана. Мы обязаны сохранять нашу национальную идентичность и культурное наследие, также стойко противостоять всем вызовам в духе единства и борьбы. Израиль нанес мощные воздушные удары по населенным южным районам Бейрута, в том числе в окрестностях Международного аэропорта. Израильская армия нанесла 11 последовательных ударов по столице Ливана, что считается самым жестоким нападением на данный момент. Об этом сообщает информационное агентство АВП со ссылкой на источник, близкий к Хейсболе. Израильские СМИ сообщили, целью атак стал Хашем Сафиаддин, высокопоставленный лидер Хейсболы и возможный преемник Хасана Насралы, который был убит в результате израильского нападения на прошлой неделе. Израиль и ливанская группировка пока не прокомментировали инцидент. В армянской мифологии Арамас считается символом отцовства и власти. Утверждение, что Арамас является высшим богом, армян, мягко говоря, неверно. Это исходит из незнания и неправильного сравнения армянской мифологии с духовными системами других народов. Система Айкян уникальна в мире тем, что у нас нет злых или добрых богов, нет главных или менее значимых богов. Как мы уже неоднократно подчеркивали, в системе Айкян есть только один творец, а боги являются характеристиками свойств творца. Следовательно, не может быть творческого свойства творца, которое было бы более или менее важным. Арамас считается воплощением свойств, характеризующих отцовство и власть творца. Он также считался идеалом, к которому стремился любой армянин, придерживающийся армянской системы ценностей, будь то отец, властелитель или царь. Когда мужчина становится отцом, прославляя Арамасда, он пытается подражать ему, пробуждая в себе качество, символизирующее Арамасда. То есть стремится быть лидером семьи, защищать ее, принимать решения, быть справедливым по отношению к членам семьи, верным семейным ценностям, станет ее главным хранителем и идеалом мужчины и лидера для своих детей, каким является бог Арамасд. Той же логикой руководствовались князья и цари, считая свой народ собственным ребенком, взяв на себя всю ответственность, защиту и руководство, стараясь обладать высокими, моральными, благородными и достойными качествами, воплощением которых является Арамасд. Мы, в свою очередь, восхваляя Арамасда, прославляем наших отцов, наших зрецов и царей. Именно этого не хватает нашей нации, чтобы стать более могущественной. Нам не хватает благородства и высоких ценностей, которые символизируют Арамасда и народа, обладающего непоколебимой верой и доверием к ним. Слава нашим отцам, слава мудрым лидерам нашей нации и слава богу Арамасду. Прозванный Железным Тиграном, чемпион мира с 1963 по 1969 год, Тигран Петрусян был мастером шахматной игры, прославился в первую очередь терпением и методологией. Став первым армянином, чемпионом мира по шахматам, оказал огромное влияние на популярность этой игры в Армении. Тигран Петрусян родом из Тифлиса, из обедневшей семьи. В шахматы играл с детства. Когда его навыки стали совершенствоваться и появилась потребность более сильных противников, Петрусян переехал в Москву, чтобы повысить уровень владения икрой. Монастырь Суркминас находится в 9 километрах западу от города Карин, в историческом селе Кес. По состоянию на 1915 год в селе проживало 1103 армянина и 170 мусульман. В селе также была школа, где учились 100 учеников. Монастырь Суркминас был построен в 1790 году. Однако, судя по хачкару, встроенному в стену монастыря, на котором выгравировано 1740 год, можно сделать вывод. Монастырь, построенный в 1790 году, заменил более старое здание. Оставаясь верным своей миссии и зрителю телевидения, Западная Армения продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события о истории в настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армении, делая ее доступной и понятной. Наша сила в единстве. Вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую родину. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!